Евгений Ваганович, добрый вечер Евгений Ваганович, вы на эстраде уже 44 года, вам есть чем сравнивать. Мы сегодня стали больше смеяться? Я думаю, что человек смеется всегда одинаково, ни больше, ни меньше. Он всегда тянется к юмору. Очень хорошо сказал Ницше когда-то. Человек изобрел смех, потому что много страдал. Наш народ много страдал, поэтому балагурство в нем сидит, как спасительная сила. Он тянулся всегда к балагурству, к юмору, к радости. Радость как антитеза злу, как антитеза всему серому, удручающему. Юмор необходим человеку и как терапевт. Он помогает выдохнуть из организма все ненужное. Он как фильтр, он превращает весь негатив в позитив в организме. А что сейчас веселит людей? Вот в последние годы советской власти была очень популярна острая политическая сатира. Потом в перестроечные, постперестроечные годы хорошо шли шутки, знаете, как их называют, ниже пояса. Что вас требовано сегодня? Я думаю, что юмор меняется вместе с жизнью. Юмор, он отчасти журналист. Он комментирует жизнь. Он, комментируя, смеется над чем-то, что-то отрицает и что-то утверждает. Если в советское время, времена тоталитарного режима, ну о сталинских временах я уже не говорю, это отдельная большая тема, был чаще всего на эстраде и в жизни, и в фольклоре и на сказательный юмор, такой намекающий, такое надомысливание, то в годы перестройки мы громили все и вся. Мы опережали газеты на год, на два. Извините, ваш покорный слуга первым заговорил о генеральном секретаре, о Ленине, о коммунистической партии. Мой тесть мне говорил, тебе посодить, как в том фильме. А я видел глаза зрителя, я видел, как содрогался зрительный зал огромный, дворец спорта, и я понимал, что это необходимо делать. Политика, политика властвовала на эстраде очень много лет, лет десять. Сегодня нас интересует семейные радости, взаимоотношения человеческие. Нам необходимо разобраться в человеческих характерах, в психологии, и, извините, в быте нашем, которое необходимо наладить. И юмор помогает настроиться на это, и я считаю, что это очень важно. Ну вот вопрос, который звучит уже много лет, но внятного ответа на него нет. Должен ли художник, артист следовать пожеланиям и вкусам аудитории, или он обязан эти вкусы формировать? Обязан формировать, но не в назидательной форме. Вы не можете указывать, вас сразу пошлют по известной дороге. Дело в том, что нужно в юморе выражать интересы народа, его мысли, его отчаяния, чтобы он вам поверил. После этого его надо формировать в сторону, естественно, идеалов, в нравственную сторону. Это безусловно. Но, Дима, необходимо быть понятным зрителю. Карл Чапк когда-то сказал, что это наиболее демократический вид творчества. Почему? Потому что я должен быть понятым сию секунду, не через пять минут, не через сто лет, как некоторые живописцы или композиторы. Я должен быть понятым и оцененным сию секунду. Вы должны оценить, я должен пойти дальше. Через пять минут смеяться уже будет поздно. Поэтому все должно быть понятно и в интересах наших народных масс. А можно ли перекормить народные массы юмором? Конечно. Следует ли дозировать его количество на экране? Или смеха много быть не может? Смех необходим, но, безусловно, в определенных дозах. Сейчас телевидение очень тиражирует юмористические программы, вне зависимости от желания артистов. Иногда зритель думает, что это мы так делаем, но ведь артист никогда не может установить свою программу вне канала, вне желания канала. Поэтому передозировка определенная есть, и соревнования каналов есть, кто больше и кто лучше. Кто лучше, даже не смотрят. Смотрят, кто больше. Артист один раз снимется, а его много раз показывают, и он даже уже и не хочет, а его показывают. Это есть. Но мы же не знаем пределов. Мы как начнем, так уже и не останавливаемся. А раньше телевизионных юмористических программ было очень мало. Я считал, что не хватало их. А сейчас очень много. Ну, я надеюсь, что мы когда-нибудь нащупаем середину. Является ли способность народа смеяться критерием, который могли бы каким-то образом использовать социологи? Безусловно. Безусловно. Ну, критерием чего это является? Скажем, показателем роста уровня жизни, стабильности экономики, может быть, улучшение демографической ситуации или сокращение уровня безработицы. Ну, вообще по юмору можно изучать историю. По юмору можно определять, что волнует зрителей, что не волнует. Что ему смешно, это значит, над чем он смеется, значит, он с этим расстается. Человечество расстается с прошлым смеясь. Значит, это уже ему смешно. Значит, это он уже не хочет всерьез воспринимать. Поэтому его мнение через реакцию можно выследить. Я вообще чувствую, как зритель посылает мне 8 импульсов, 8 антитез, 4 антитеза, вернее. Нравится, не нравится, смешно, не смешно, согласен, не согласен, интересно, не интересно. И вот это как азбука Морзе мне подсказывает, о чем он думает. И в результате у меня складывается картина сегодняшнего дня, что нужно сказать зрителю. Евгений Михайлович, хочется вот что понять. Раз мы такие веселые, почему мы такие злые? Откуда в последнее время берется эта ненависть к людям с другим цветом волос и кожи? Причем к людям, которые зачастую считают Россию своей страной, своей родиной, знают о ней и о ее культуре, ну уж побольше, чем вот эти существа с низкими лбами и бритыми затылками, которые на них нападают. Откуда это все? Я не знаю откуда. Я не специалист в этой области. К сожалению, если это и есть, к сожалению, я думаю, что с этим нужно бороться, но не агрессией, а какими-то другими методами, я думаю. Какими-то увещевательными и нравственными. Мне кажется так. Я верю в русский народ, в его интернационализм абсолютно. Интернациональный народ, самый великий народ, который умеет над собой и посмеяться. Когда народ умеет над собой посмеяться, это признак силы огромной. Я верю в то, что это как пена уйдет. Если есть такие вещи, они уйдут, они смоются дождем, великим божественным дождем. Но вот вы русский артист, народный артист. Абсолютно русский. Народный артист России. Вы когда-нибудь испытывали проблемы из-за своей фамилии? Нет, никогда не испытывал. Одна же только испытала на телевидении. Главный редактор была армянка. Она очень боялась показывать армян, чтобы ее не заподозрили, что она своих показывает. Вот она меня не показывала. Больше таких проблем не испытывает? Да, да, да. Больше нет. Евгений Паганович, человек, умеющий рассмешить аудиторию, обладает над ней колоссальной властью. Вчера вот на вашем месте сидел председатель ЛДПР Владимир Жириновский, который сегодня отмечает свой 60-летний юбилей. На протяжении своих последних 15 лет он наглядно демонстрирует, как можно сочетать юмор и политику. Причем даже политику и не то чтобы юмор, а острую сатиру. У вас никогда не было желания попробовать себя в политике? Нет, никогда. Много раз приглашали и в политику вторым лицом, и в какую-то партию, даже в несколько. И в какой-то крутой... Понятно, потому что в популярности грех такой потенциал не используется. В какой-то крутой бизнес. Я сказал, никуда я не уйду, я не брошу свою профессию, своего зрителя. Я их очень люблю, и профессию, и зрителя. Ну, последний вопрос, наверное. Вы никогда не жалели, что отказались играть Шурика у Гайда? А, я действительно отказался. Гайдай со мной репетировал вот за таким столом. И я вот эту сцену, когда мы учим, текст репетировал. Я говорю, поймите, это лирический образ, я хочу быть комиком, я хочу вот как Никулин Витцинбургнов, мне не надо вот так. Я отказался, и я, кстати, сказал ему, возьмите Демьяненко, он сыграл замечательно карьеру Димы Горина в этот момент. И Гайдай задумался, надо сказать. И все так и вышло. Продолжение следует...